Семилетнего велосипедиста сбили сегодня в жилой зоне. ДТП произошло днём в пятом микрорайоне. Ключи или деньги. В Нефтьюганске состоялась очередная встреча губернатора Югры с обманутыми дольщиками. И снова чемпион. Нефтьюганский дзюдоист Дмитрий Довгань взял золото на всероссийских соревнованиях и вошёл в сборную страны. Сегодня после обеда в Нефтьюганске сбили велосипедиста. ДТП произошло в пятом микрорайоне в районе дома номер 4. Семилетнего пострадавшего доставили в больницу. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. Известно только о столкновении юного велосипедиста с автомобилем Нива «Шевролет». К моменту приезда сотрудников госавтоинспекции ребёнок уже находился в больнице, а двухколёсного транспорта на месте происшествия не было. Ещё одно ДТП с участием несовершеннолетнего также в жилой зоне произошло на прошлой неделе. Вечером в восьмом микрорайоне водитель 57-го года рождения совершил наезд на 7-летнего пешехода. Ребёнок получил телесные повреждения. Сотрудники ГИБДД снова обращаются к автолюбителям с требованием соблюдать скоростной режим и передвидеть ситуацию. Ведь маленькие пешеходы могут оказаться на проезжей части в любой момент. Родителям также стоит напоминать детям об осторожности, в том числе во дворе. Отметим, за 8 месяцев этого года зарегистрировано 12 аварий с участием несовершеннолетних. Большинство из них случились по вине водителей в жилой зоне, либо на нерегулируемых пешеходных переходах. Семья Ольги вступила в Далёвку три года назад. Вложили материнский и югорский капитал, субсидию, которую им дали как многодетным. Получилась приличная сумма. Заключили договор с фирмой «Артель», которая начала строить дом в 16-м. Началось с того, что мы получили субсидию, деньги вместо земельного участка. И стал вопрос о покупке квартиры. Искали, нашли. Для нас это показалось наиболее удачным вариантом. Как и по расположению, по квадратуре. Нам это понравилось. Через несколько месяцев стало понятно, что вовремя своих квартир они не увидят. Таких собратьев по несчастью, которые связались с ООО «Артель», оказалось почти 160 человек. Степень готовности первой очереди 40%, степень второй очереди вообще низкая – 8%. По первой очереди зарегистрировано 77 договоров договоров участия. По второй очереди зарегистрировано 84 договоров участия. Работы на объектах на сегодняшний день не ведутся. На директора «Артели» заведено уголовное дело. Обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах. Так что ему может грозить тюремный срок. Но вряд ли это успокоит дольщиков, которые остались без денег и без квартир, зато с ипотеками. Я с себя не имею, не снимаю, но есть более технический вопрос. Почему эта стройка начала буксовать? Потому что стройматериал, который выбран был именно на этот объект, и выпускающий завод, он обонпроводится. Помочь пострадавшим пытались и на муниципальном уровне, и на окружном. Да и сами дольщики за столько лет уже стали экспертами. Результаты есть, но не по всем объектам. На протяжении года очень серьезно отрабатывали вместе с округами, с дольщиками. То есть, ту ситуацию, которая у нас сложилась по «Артель», искали сначала инвесторов, потом у нас была программа, искали исполнительные программы. Трижды у нас, ну, дважды объявлялся конкурс, дважды он продлялся. Для того, чтобы было разработано у нас положение о субсидировании, к сожалению, на данный объект, ни один из возможных, те, кто бы его достроил, кандидатов у нас не заявился. Хотя интересантов было достаточно много. «Артель» самый проблемный, но, увы, не единственный вьюганский застройщик, заслуживший репутацию недобросовестного. Напомним, летом вышел новый федеральный закон о долевом строительстве. Регионы теперь могут создавать фонды для защиты прав дольщиков. Это позволит достраивать проблемные объекты. Наталья Комарова дала понять, что Югра может поддерживать пострадавших и по-другому, выплатить им суммы, которые они вложили в неудачное строительство. Мы не исключаем, что примем решение профинансировать. Это из окружного бюджета, это деньги всех югорчан. Поэтому порядок принятия решения будет другой. Не тот, который мы сейчас обсуждали, связанный с федеральным законодательством. Но для этого решение дольщиков о том, какой вариант они выбирают, должно быть единодушным. Смогут ли договориться? Многие задумались о том, как вернуть не только те деньги, которые отдали застройщику, но и получить компенсацию морального и материального ущерба. За эти деньги мы сейчас, пять лет назад я внесла 100%, 2,5 миллиона, я сейчас ничего не куплю. Даже вторичку, будь убитую, возьму такую. И еще вопрос такой, а как будет с теми, с семьями молодыми, которые столько времени платят ипотеку, а им выдадут только то, что и все, а дальше как? Казалось бы, новый закон дает, наконец, реальную надежду на удачное завершение этой истории. Но опыт подсказывает им, что хэппи-энд, возможно, случится не так скоро. Нет понятия, когда же это все закончится в конечном итоге. Через два-три года. До 1 октября округ обязан предоставить план завершения строительства проблемных объектов. До 18 сентября это должно быть сделано на уровне муниципалитетов. В ближайшие дни дольщикам предстоит общаться с администрацией и друг с другом. Инна Новикова, Евгений Трифилов, телерадиокомпания «Юганск». В «Юганске» за последние три года темпы жилищного строительства возросли более чем в три раза. В 2017 было сдано всего 16 тысяч квадратных метров жилья, а в 2018 уже в два с лишним раза больше – 36 тысяч. В этом году темпы строительства снова нарощены вдвое. К концу декабря ожидается сдача более 50 тысяч квадратных метров. По словам Сергея Дегтярева, даже этот прогресс не является достаточным. В данное время спрос на квартиры в нашем городе намного опережает предложение. Поэтому на следующий, 2020-й, планы муниципалитета на жилищное строительство будут еще выше. Нефтеюганец Дмитрий Довгань вошел в состав сборной России под дзюдо. Это стало возможным благодаря победе на всероссийских соревнованиях, которые прошли в республике Ингушетия. В них приняли участие 550 мастеров спорта международного класса и России. Теперь у Дмитрия есть шанс поехать на летние Олимпийские игры в Токио. Виктория Тимофеева продолжит. За последний год Дмитрий Довгань участвовал в семи соревнованиях под дзюдо на уровне России, Европы и мира. И в каждых одерживал победу. Нефтеюганец завоевал пять золотых и две серебряные медали. Это очень высокий темп для любого спортсмена, отмечают специалисты. Вот из этих семи соревнований, четыре соревнования провел в новом для себя весе, 100 килограмм. Где чувствовал себя немного комфортнее. В предыдущий вес, 90 килограмм, мне приходилось вес скидывать. Из-за этого у меня не хватало сил. Победа на нынешних соревнованиях для Дмитрия стала наиболее значимой. Это был чемпионат России, который прошел в Ингушетии. Наш дзюдоист провел шесть схваток и в каждый одолел соперников досрочно. В финале нефтеюганец встретился с дагестанским спортсменом. В бою он одержал победу и поном, то есть за один победный и чистый бросок, получив самую высокую оценку. «Выходя на схватку, я знал, как он будет со мной бороться и в какую сторону встанет. И настроился под его борьбу, как мне, что делать во время схватки. Поначалу я выигрывал два наказания, затем просто соперник начал рисковать и я этим воспользовался». Дмитрий является капитаном сборной УРФО под дзюдо. Его сравнивают со знаменитым Артемом Дзюбой, лидером национальной сборной по футболу. Нефтеюганца ценят за ответственные отношения, дисциплинированность и умение сплачивать команду в трудную минуту. Успехами воспитанника очень гордится тренер Алексей Казаков. «Дзюдо – это по мужчинам первый чемпион России. Он по юниору выиграл Россию. Он был пятым на мире по юниорам. Выиграл Кубки Европы. Но вот результат, который в 100 килограммов пройти 6 схваток и пройти очень чисто, досрочно все схватки – это хороший результат». Сейчас Дмитрий на пороге самого ответственного этапа. Он может стать участником летних олимпийских игр в Токио. Для того, чтобы попасть в самые главные для любого спортсмена состязания, ему необходимо набрать достаточное количество очков в общей турнирной таблице. По словам тренера, у талантливого воспитанника для этого есть все шансы. Виктория Тимофеева, Евгений Трефилов, телерадиокомпания «Юганск». «Я горжусь». Под таким названием в Нефтеюганске стартовал конкурс авторских рассказов. К участию приглашают жители города от 14 до 18 лет. Свои работы можно присылать до 8 октября. Электронный адрес вы видите на экране. На муниципальный этап конкурса принимаются работы о героическом поколении. Участникам необходимо описать подвиг или историю предка, который участвовал в Великой Отечественной войне. Лучшие рассказы направят на региональный уровень. Итоги литературного состязания подведут в конце октября. Подробная информация по телефону 23 30 60. От мгновенной красоты до крутой заготовки в Нефтеюганске прошел городской экологический фестиваль-конкурс «Чародейка-осень». Наша съемочная группа узнала, с чем пришли участники в Центр национальных культур. В рамках реализации национального проекта культуры прошел фестиваль-конкурс «Чародейка-осень». На нем 15 участников представили свои работы в шести номинациях. Это пестрые букеты и осенние заготовки, различные натюрморты и вкусные пироги. Этот праздник, мы думаем, получится веселым, насыщенным, радостным. Действительно будет праздник, потому что осень дарит нам все краски, которые есть в природе. И дарит нам свои плоды. Поэтому не случайно появилась такая идея проведения фестиваля «Чародейка-осень». Подготовка к фестивалю проходила на протяжении всего лета. Заготовки Марина Петровна делала по мере созревания плодов. А вот выпечкой занялась только утром перед конкурсом. Кстати, участвует сразу в четырех номинациях. Я приготовила закусочные мешочки. Они из слоеного теста, приготовлены с грибами, шампиньонами и с курочкой. Варенье у меня абрикос с миндалем. Это называется по-армянски. И слива с коньяком и с грецким орехом. Это по-грузински. А для поднятия конкурсного духа на сцене выступали местные творческие коллективы. Жареные баклажаны вместе с лучком, маленькие помидорки в собственном соку. Все это и не только со своего огорода. И уже закатано в банки на долгую зиму. Я принесла три заготовочки, значит, и пирожки с капустой. Со своего огорода капуста, естественно. Лучок там, морковочка. Ну и вот пирожки получились. А заготовочки варенья, называется ассорти. К чаю. Там малина, клубника и смородина. Нам здесь нравится. Досуг интересно проходит. Общение у нас здесь с ним. Я представляю сегодня композицию из овощей, фруктов и цветов. Дары нефтьюганской. Только яблочки сишима. В трех номинациях Марина Кожевникова заняла первое место. Это крутая заготовка, калейдоскоп вкуса и удачная шляпка. А Галина Андриенко победила в мгновениях красоты. Галина Зорина, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск». В формате 3х3. Именно так прошел заключительный этап соревнований по спортивному пейнтболу в Нефтьюганске. Более 10 команд со всего округа и не только собрались на территории нового аэропорта, чтобы посостязаться в любимом деле. В режиме двух дивизионов 8 команд в механике и 6 в электронике. Уже девятый год подряд соревнования по спортивному пейнтболу объединили участников со всех округов. А что самое сложное, в игре на поле рассказал Андрей Ратушный из Ханты-Мансийска. Очень сложно поддерживать коммуникацию. Здесь вы видите поле уменьшенного размера для игры в формат 3х3. Стандартное поле в пятерках оно больше. 36 в ширину, 45 в длину. И там, соответственно, уже играют 5х5. И шума больше, моментов больше, ситуации различных больше. И, соответственно, очень тяжело общаться. Команда «Глухари» из Радужного участвует в окружных соревнованиях уже шестой раз. Как говорит Павел Рамазанов, такое увлечение зародилось совершенно случайно. Пинтболом мы занимаемся уже давно. Все началось с того, что мы как-то раз, один раз ездили на корпоратив, где мы поиграли в пинтбол. И после этого началось так, что у нас организовалась команда на предприятии «Горэлектросеть». И мы начали играть все чаще, чаще, чаще. И теперь мы уже какой год ездим по соревнованиям. Хоть и в Нефтьюганске поле для пинтбола немного меньше, чем должно быть от этого, игра менее зрелищной точно не стала. Все участники занимаются не один год. Здесь собрались серьезные соперники из Нефтьюганска, Сургута, Ханты-Мансийска, Югорска, Радужного и даже Ноябрьска. Еще и возраст игроков самый разнообразный. Здесь играют от 15 лет и до 45 лет. Получается, самому старшему члену команды, наверное, под полтинник, игроку команды Югра Юнайтед 2. Ему под 50 лет уже бегает, прыгает, как сайгак горный, скажем так. Отметим, соревнования прошли при активной поддержке местного отделения партии «Единая Россия» и депутата окружной думы Александра Зеленского. Команда с историей приглашается. Первое место – коварная баня. Раньше была кровавая баня, стала коварной баней. Золото в дивизионе механиков взяла команда «Смешарики» из Нефтьюганска, а в электронике – коварная баня. Это сборная округа. Победители и призеры получили кубки, медали и подарки от партнеров. Галина Зорина, Евгений Трефилов, телерадиокомпания «Юганск». На этом все. Смотрите нас в социальных сетях и делайте новости вместе с нами. Звоните в будни 23 77 47. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова